побережье посмотрите практически неузнаваемая когда ушла вода вот иду смотреть то что обещала вам что же там все-таки вы высовывается из того обрыва сегодня у нас вода ушла очень далеко посмотрите обнажился огромный огромный берег все смотрится абсолютно по-другому только посмотрите что значит приливы и отливы сейчас пойдем пройдемся до берега посмотрим вот смотрю люди плавают на лодочках на каное но что-то еще купающихся не то может быть потому что вода ушла она когда уходит то там как-то люди не любят много не знаю мелкая ли что я здесь на этом берегу никогда не плавала но все разуваемся разулась иду по берегу вот но вы знаете так сегодня у нас плюс 25 друзья вы не поверите сегодня у нас суббота перед пасхой когда вода ушла конечно красота посмотрите сколько гуляющих но купающихся нет все-таки сейчас дойду а вы знаете вот представляете как далеко уходит вода это метров сто если не больше вот сейчас обнажился этот берег у не друзья вода холл ой ой холодная поэтому никто и не купается очень холодная знаете ломит кость прямо сразу зашла ой 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 и сразу ломит кости нет такой воде не стоит пока купаться поэтому и нет никого я же говорю когда здесь тепло то люди сразу купаются но вы знаете бывает вода холодная бывает теплая смотря какое течение приходит и пошли бы сегодня гулять целый день проголодались решили зайти где-то посидеть в кафе на набережной пришли вот я показывала вам в начале видео давай поедим крабов решили либо с креветками салат либо с крабами что-нибудь но вы знаете не только целиком крабов не говоря уже лангустах даже креветок нет вот ни в одном ресторане а если вы хотите заказывать крабов то вы должны заранее заказать их откуда-то вам привезут и приготовят 15 фунтов стоит вот приготовленный один краб на тарелочке с салатиком там немножко но я это все к чему я это все к тому что крабов даже в магазине нет а ведь живем на на острове вокруг окруженный океаном и нет хорошей рыбы нет крабов нет лангустов нет королевских креветок в продаже очень редко бывает вот как это и вот как это понять почему остров окруженной водой не имеет рыбы выбор не имеет крабов лангустов осьминогов никаких каракатис ничего друзья в продаже в магазинах самых даже вот рыбных здесь отделах но ничего жжски нету вот есть только селедка скумбрия маленькие сардинки есть с кусочками треска перемороженная которая откуда-то прислана почему они не ловят почему у них нет травлеров рыболовных я не знаю ну вот понимаете я же не для того просто так здесь хожу я же пришла поближе к этой скале к этому обрывку от какого-то старинного сооружения и вот там наверху еще видно какие-то полукруглые абсолютно непонятно и вот эта стена вниз опять и торчит вот вы знаете не знаю бинокль был бы конечно ну вот говорят что это остатки какого-то сооружения с роман период роман римляне когда были на нашем острове но вообще никто толком ничего все равно не знает спрашивала уже у нескольких людей гуляющих по берегу которые здесь живут а кто-то вообще говорит берега укрепительная но я что-то сомневаюсь вот я подошла под самый этот обрыв вот когда я стою я извиняюсь в 30 метрах отсюда то и не страшно но все равно вот говорят не подходите близко очень опасно нависает очень опасно и вот если вам видно там вот эти вот такие углубления это вот сапсаны здесь гнезда сапсанов соколов и вы знаете вот когда вода ушла он видите сокол еще один если вам видно летает вот когда ушла вода она не под самую кромку то и не страшно гулять абсолютно не страшно уже гулять опасно но не столько но и я так вот со всех сторон этот кусок скалы кусок какого-то замка снимаю что будет потом он же будет дальше обнажаться обсыпаться ну и вот на этой скале селятся не только сапсаны которых тоже разводили для продажи в коммерческих целях а здесь еще раньше собирали яйца но это было наверное в восемнадцатом веке вот дикие птицы морские селились вот там у них наверху если вам видно дырки такие гнезда и вот люди на веревках спускались собирали все эти яйца из этих пещерок гнезд их было настолько здесь много что в общем даже была коммерческая продажа яиц и также здесь вот это вот разноцветные пески и глины которые использовались и в керамике и также айло вайт глаз можете погуглить кому интересно это был такой стеклодувный завод на острове уайт который продавал очень красивые вазы которые разноцветные синие желтые серые голубые всех оттенков вот именно из вот этих песков не крашеная а натурального цвета и вот говорят что здесь этих песков 34 оттенка на нашем острове айло вайт а мы идем по гальке босыми ногами это очень полезно вы знаете вот такая вот массаж такой для ног а вот там посмотрите вот эти вот внизу рыжие такие полосками уже тоже по частично обвалившиеся эти породы похоже на турцию каппадокию кто знает мне напоминают они но мы за разговорами практически дошли до этого обрыва колвер даун и посмотрите как сегодня спокойно море пролив ла-манж и посмотрите сколько стоит кораблей на рейде здесь в акватории по моему 7 я насчитала 7-8 такая вот красивая панорамка и узнаете когда я иду не под самым обрывом а когда мне позволяет вода вот обнаживший берег идти буквально 100 метрах от этого опасного обрыва то нисколько не страшно представляете абсолютно даже другое впечатление когда я шла тут тут в большую воду вы видели видео внизу кто не видел ссылочка было очень страшно сейчас в 100 метрах по в 100 метрах от обрыва великолепно гулять и вот вы знаете чем ближе я подхожу к этому знаменитому утесу меловой скале обрыву самоубийц с жутким названием да скала самоубийц и как-то в приближайшем рассмотрении она не не так и угрожающе выглядит представляете в общем это вполне обычно заросшая себе травкой покатая и наверху даже видно гуляют люди вот говорят большое видится на расстоянии ну вот мы практически у цели осталось каких-то еще наверное 200 метров я тогда вы знаете очень ошиблась когда сказала вам что я прошла 500 метров еще 200 осталось и ничего подобного если идти оттуда от самого начала и даст до этой скалы говорят 4 километра вот всего-то навсего и вот вот уже теперь вот здесь я стою и вот действительно уже 200 метров а может быть и больше вообще у меня что-то глазомер последнее время подкачивает мой как красиво волны боже как красиво ну вот я ближе подошла потому что идти оттуда со 100 метров снимать конечно не очень впечатляет посмотрите какие здесь острые торчат камни и теперь поймете меня и там вот у самой скалы такие огромные булыжники они все заросли вот видите вот такие и там тоже очень острые эти валуны поэтому если кто-то срывается со скалы то здесь спастись невозможно когда вода уходит можно конечно здесь гулять есть очень много крабов в этих камнях но почему-то вы знаете вот в других таких местах где вот такие вот валуны обнажаются очень много бегает детей собак а к этой скале вот вы знаете вы видели когда я шла там было много людей а здесь мы остались вдвоем никто сюда ходить не любит а вечерами так вы знаете я бы не пошла вечером к этому жуткому обрыву самоубийц потому что говорят здесь не упокоенные души призраками бродят видно следы на песке я готов целовать песок по которому ты ходила ла 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 ну вот подошла я практически к этой жуткой скале самоубийц и вот люди местные даже что говорят посмотрите я вам там показывала там были камни обросшие зелеными водорослями а здесь посмотрите красные вот говорят капли крови разбившихся капли крови разбившихся людей окрасили здесь камни такой бордовый багряный цвет и зеленых здесь уже нет камней представляете вот хоть верь хоть не верь а посмотрите что я здесь еще увидела боже я первый раз кстати вижу посмотрите это же ламинария и она растет на камни видите вон еще одна и вон там еще ламинария боже мой сейчас ближе покажу вода пошла прибывать посмотрите как она сюда заходит в эту бухточку вот она вода на прилив и посмотрите все эти камни заросли ламинарией как вообще интересно вот посмотрите какое видно вам какой красивый этот как красивые водоросли но это же скалы самоубийц поэтому здесь я их собирать не буду нет нет он они и там тоже обычно это ламинария ее просто выбрасывает на берег а здесь посмотрите она растет просто камни обнажились слушайте впервые вижу друзья и так быстро стала прибывать вода просто вот я стояла снимала тут это вам две минуты назад тут не было воды а сейчас вот она все все она уже подошла сейчас эти камни все закроют и вообще все здесь закроет водой и будет уже не пробраться вот но как вы понимаете купаться здесь никто не купается и даже не только потому что скала самоубийц ой вообще интересное место грандиозное я теперь вам показываю эти жуткие скалы жуткие обрывки скал вот на самом деле бурые хоть хоть верь хоть не верь сейчас меня здесь захлестнет вода и останусь я тут одна ну вот друзья показала вам всю эту красоту я дошла с вами до самого конца calver down как вы видите здесь берег пустынный очень каменистый сами все можете увидеть скала самоубийц а на этом я прощаюсь с вами всего вам доброго не болейте берегите себя будьте на позитиве пока пока пока